акварель и азиатская живопись смешная техника рисуем кошку в розах в китае верили в то что кот способен изгонять злых духов проводилась аналогия между кошкой и тигром китайцы говорили мао похож на тигра но маленький тигр ху заботится о том чтобы кабаны не опустошали поля а кошка мао защищал хранилище от мышей начинаем рисовать кошку для этого будем использовать черную тушь набрав активной черной туши на кисть мы начинаем с головы кошки какими мазками мы это делаем уши мы изображаем мазку прижимая кисть ребром сначала касаясь кончиком а затем двигаясь вниз все больше прижимая кисть до самой пяточки большие пятна мы рисуем прижимая кисть целиком от кончика до самой пяточки и двигая вверх и вниз образовывает большое пятно из таких мазков как бы структурирует все мы наметили пятна черной на белой кошки таким образом мы изображаем черную белую кошку белое пространство будет ее белая часть туловища и соответственно черный тушим изображаем черные пятна когда кисть уже будет изнурена и высохла или можно просто вытереть ее в салфетку мы такой высохшей кистью прорисуем шерсть кошки можно даже кисть прижать пальцами распушить ее сделав из нее веер и вот такими вот прикосновениями и легкими мазками мы прорисуем часть шерсти теперь переходим к хвосту хвост по тому же принципу как и пятна на тельце здесь можно двигать нужно и двигать кисть направлении от начала хвоста до его кончика по прямой линии и также прижимаю целиком от кончика до пяточки затем самым кончиком кисти мы обрисовываем контуром лапы кошки переднюю лапу и задней соответственно того как лежит кошка в какой позиции какие-то части ее тела нам видно а какие-то нет у китайцев код будучи ночным животным относятся к принципу инь женского начала тьмы и луны и еще немного поработаем сухой кистью то есть каждый раз когда нам нужно прорисовать шерсть шерстинки мы используем сухую кисть подсушивая ее об салфетку или просто в процессе изображения других объектов когда она естественным путем подсохнет затем контуром подведем уши у кошки и также контуром обозначим глаза двумя дугами нижней дугой и верхней затем кружками также контуром прорисуем глазами и не забываем что зрачки у кошки выглядит совершенно по-другому не так как у человека просто проводим линию и и переходим к розам будем работать оттенками красного сначала намечаем серединку у розы а потом уже вокруг этой серединке начинаем наращивать остальные лепестки что важно помнить при рисовании цветов это их форма и структура не обязательно все детально прорисовывать но если вы соблюдаете форму и структуру цветка то смотрящий очень легко догадается что именно за цветок вы изображаете цветы которые более удалены от центра мы изображаем прижимая кисть от кончика до самой пяточки и двигаясь либо от центра в противоположном направлении или от края к центру наращивая лепесток таким образом делая его узким или широким саму серединку можно обозначить самым кончиком кисти просто нарисовав небольшой спираль затем задать вокруг нее просто изогнутыми линиями несколько лепестков вообще роза она у нее лепестки которые в самом центре ближе к центру более похожи на линии но поскольку мы их не видим в раскрытом виде можно обозначить их просто дугообразными линиями а затем мы начинаем наращивать лепестки вокруг какие-то из них будут широко развернуты и раскрыты а какие-то будут видны нам либо боком либо даже в угловатой форме потому что некоторые из лепестков у розы более округлые а некоторые имеют ярко выраженную угловатую форму поэтому какие-то лепестки нам нужно будет изображать ребром кисти то есть ставим кисти ребром сначала на кончик и затем двигая в бок прижимаем ее к пяточке похоже на отпечаток капли также мы можем изобразить угловой лепесток прижав кисть от кончика до самой пяточки но только поставив ее ребром а затем проведя нужным нам направлением к центру или от центра изображаем цветы розы в разных ракурсах какие-то мы будем видеть прямо в лоб какие-то под углом какие-то из них будут еще в бутонах или в полураскрытом виде не рисуйте цвет цветы одинаковыми какие-то небольшие лепестки мы можем отобразить просто точкой небольшим прикосновением кисти также обратите внимание что я постоянно меняю цвет с которым работаю то есть есть варианты либо вы сразу на кисть сажаете два цвета например набираете красный на кончик сажаете бордовый тогда лепесток который вы рисуете он уже будет содержать в себе два цвета и соответственно мы будем придавать и объем и фактуру нашему цвету второй вариант когда вы чередуете цвета один из лепестков изображаете одним цветом или несколько а потом сразу меняете цвет и рядом с ним изображать несколько лепестков другого цвета так мы собственно говоря получаем и объем и фактуру и соответственно цветы становятся сразу живыми и объемными один из цветков мы изобразим внизу вообще композиция в данной ситуации строится таким образом похоже на полумесяц смотрящие своими концами в левую сторону значит все обращено в левую сторону а сконцентрировано справа поэтому этот цветок будет внизу и когда мы прорисуем стебли вы уже увидите как собственно говоря все построено еще несколько лепестков к этой объемной розе по тому же самому принципу уже прежде оговоренных мазков и думаю что будет очень красиво смотреться если мы подрисуем несколько опавших лепестков опавшие лепестки изображаются по тому же принципу мазков описанных и при выполнении самих цветков я рисую данную картину по фотографии поэтому для меня не составляет труда сообразить что и где располагать а вообще когда вы только начинаете рисовать да и в любом случае лучше всего использовать фотографию или натуру чтобы всегда вашему глазу было на что опереться обозначим розовый носик и немного розовеньких пятен на лапках теперь переходим к работе со стеблями и листьями набрав оттенок зеленого я провожу линии сначала я фиксирую кисть на бумаге поставив точку и затем эту точку в виде линии я тащу в нужном мне направлении то есть я провожу линию от точки до точки а здесь главное держать баланс и делать линию четкой и уверенной теперь листья все очень просто прижимаем кисть от кончика до самой пяточки оставляя отпечаток и подводим к нему с другой стороны совершенно абсолютно такой же двойным мазком мы получаем с вами лист розы группируем их по пять на одной веточке веточки мы подрисуем позже соответственно листья тоже всегда смотрят в разные ракурсы не делайте их все одинаковыми не группируйте их все в одном месте и также используйте разные оттенки зеленого не рисуйте в одном и том же месте все листья одинакового зеленого оттенка есть также вариант как и при изображении лепестков розы просто посадить на кисть сразу два оттенка зеленого например светлый и темный тогда и лист будет получаться у вас уже соответственно объемным и так еще несколько листьев теперь взяв темный оттенок зеленого мы тонкими линиями по тому же принципу как мы рисовали стебли зафиксировав кисть на бумаге как бы поставить точку и протащая эту точку линии до другой точки мы рисуем с вами веточки к тем самым листьям которые нарисовали прежде затем за это время глаза уже подсохли и мы тоже заполним их светло-зеленым цветом теперь еще немного поработаем с лепестками возьмем более темный красный или бордовый и придадим им больше фактуры и объемы просто например обрисуем их с нескольких краев далее теперь еще немного поработаем с кошкой я взяла кисть не азиатскую обычную кисть нулевку и контуром обвела носик и подрисовала рот у кошки теперь я нарисую ей усы просто прямыми линиями черными линиями я использую концентрированную яркую тушь можно использовать и черную краску конечно же нарисуем усы по тому же самому принципу длинные и тонкие линии можно также нарисовать несколько волосиков и шерстинок в ушах тут уже дело вашей фантазии и можно еще немного поработать этой же кистью подрисовав шерстинок в любом кажущемся вам нужном месте и еще немного поработаем уже более крупной кистью в тех же самых собственно говоря целях еще подрисуем шерстинок чтобы и кошка тоже была больше похожа на живую и зададим почву под кошкой соответственно и немного обозначив тени этого можно было и не делать фон можно было оставить совершенно абсолютно белым азиатская живопись это допускает и даже предполагает как равновесие инь и янь и так просто оставляя отпечатки кисти прижимая ее от кончика до самой пяточки и группируя эти отпечатки рядом с друг другом мы заполняем некоторое пространство под кошкой и вокруг цветов и остается нам нанести последние штрихи взяв более темный оттенок зеленого более подходящий по цвету в зависимости от того на каких листьях вы рисуете мы проводим тонкие линии кончиком кисти одну основную посередине листа и подводим к нему остальные прожилки это можно как делать можно так и не делать здесь уже дело вашего вкуса более мелкие детали и контуры они придают работе большую аккуратность так что здесь уже решать вам и это последние штрихи которые мы наносим не забывайте что о работе можно судить тогда когда она уже окончательно высохла благодарю вас за просмотр надеюсь вам было интересно и оставляйте пожалуйста комментарии что бы еще бы вам хотелось чтобы мы вместе с вами нарисовали чтобы помнить что он делает мне так что вам спасибо мы всем Субтитры создавал DimaTorzok